Вышивка на текстиле, конёк Татьяны Болдыровой, халаты, банные шапочки, шевроны. Подголовники для водителей. На всё это можно нанести свой неповторимый рисунок. А ещё сделать уникальный обложку на паспорт. Делается дизайн в программе, с лицами. Потом всё это запускается в машину. Ставятся определённые цвета. Кожа, кужзам, различные тоже также цвета. То есть этот весь бутерброд накладывается. Всё на шину пришивается по этапу. Свою продукцию рукодельница выставляет на ярмарках мастеров, которые проводятся в Покачах. Продавцы здесь главным образом самозанятые. Статус Татьяна оформила, как только в Югре появилась такая возможность в 2019 году. Сразу оценила преимущества. Во-первых, можно иметь дело как с физическими, так и юридическими лицами. Во-вторых, получать справки о доходах. Да и просто работать легально. Таких, как Татьяна, в Покачах 802 человека. Каждый пользуется специальным налоговым режимом и платит 4 или 6 процентов с дохода. При этом, говорят специалисты городской администрации, выигрыши от легальной деятельности и продавец, и потребитель услуг. Чем для населения важно? Вы, например, приобрели какую-то услугу, либо тортик купили, пирожное, и вам электронно пришел чек. В случае, если вдруг некачественно оказана услуга или товар, что-то там не так с ним, то в этом случае потребитель может обратиться точно так же, предъявив чек и восстановив свои права. Количество самозанятых в Покачах стабильно растет, и спектр видов их деятельности значительно расширился. Если раньше это было в основном ногтевой сервис и парикмахерские услуги, то теперь производство продуктов питания, ремонт квартир, швейное дело, образование. Вместе с этим прекратить официальную деятельность можно так же легко, как и начать. Как регистрация проходит через мобильное приложение, просто на телефон скачивается мобильное приложение «Мой налог», и также через него кнопка «Закрыть», и все, он прекращает быть самозанятым. То есть эти сведения автоматически выпадают в Федеральную налоговую службу. Если брать окружную статистику, то около 70% самозанятых продолжают платить налоги и не прекращают свою деятельность. Добавлю также, что самозанятые граждане приравнены к субъектам малого и среднего бизнеса, наравне с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.